Дорогие друзья, шалом! Пятая глава Перкеа Вод. И мы начнем с первой Мишны. Десятью речениями был сотворен мир. Чему это учит? Разве нельзя было сотворить его одним речением? Это было сделано, чтобы взыскать со злодеев, губящих мир, сотворенный десятью повелениями, и достойно наградить праведников, поддерживающих существование мира, сотворенного десятью речениями. Перкеа Вод содержит тексты, в которых говорится о числах, например, 10, 7, 4, 3. Число 10. У каждой сущности есть десять граней. И число 10 представляет собой завершенную целостность сказок. И создавая мир при помощи десяти отдельных высказываний вместо одного, Всевышний даровал смысл и значение отдельным явлениям. Поэтому плохие и хорошие поступки, поступки отдельного человека имеют особую значимость, говорит губаческий рыбин. Вторая Мишна. Десять поколений от Адама до Ноха, чтобы показать, как велико его терпение, терпение Всевышнего, потому что все эти поколения снова и снова гневили его, пока он не наслал на них потоп. Десять поколений от Ноха до Авраама, чтобы показать, как велико его терпение, потому что все эти поколения снова и снова гневили его, пока не пришел протец наш Авраам и не получил награду за них всех. Праведники поддерживают и доказывают, что мир был сотворен Богом. И его существование поддерживается силой его десяти речения. Это перекликается со второй Мишной, про которой говорится о праведниках, ради которых Всевышний создал мир и которые поддерживают его существование. Итак, Авраам получил награду за всех них, неся людям знания о Боге и вдохновляя их на раскаяние. Авраам спас эти поколения от гибели, за что он получил щедрое вознаграждение, говорит Раши. Третья Мишна. Десять испытаний прошел про отец наш Авраам и выдержал их все, чтобы показать, как велика была любовь про отца нашего Авраама к Богу. Итак, обычный человек способен выдержать одни испытания, но не в силах справиться с другими. Но то, что Авраам выставил в десяти проверках, охвативших все стороны его жизни, число десять представляет собой совершенное целое, как мы уже говорили, является доказательством его всеобъемлющей праведности. Его любовь к Богу столь велика, что его не пугали никакие испытания, независимо от природы, от их природы. Десять испытаний, давайте же перечислим их. Аврааму пришлось тринадцать лет скрываться от Нимрада, который пытался убить его. Это было первое испытание. Второе. Его бросили в огненное пекло печи в Урказдиме. Третье. Бог велел ему покинуть родину. Четвертое. Он пережил голод в той земле, куда Бог велел ему пойти. Пять. Сару забрали во дворец фараона. Шестое. Племянник Авраама. Лот попал в плен. Седьмое. Авраам узнал от Бога, что его потомки попадут в рабство и будут изгнаны. Восьмое. Бог велел ему сделать обрезание себе и сыну. Девятое. Бог велел ему отослать Агарь и Ишмаэля. И десятое. Бог велел ему принести жертву в жертву Ицхака. Четвертое. Мишна. Десять чудес были совершены для отцов наших в Египте. Десять на море. Десять казней наслал святой благословен он на египтян в Египте. И десять на море. Десятью испытаниями испытывали наши предки святого благословен он в пустыне, как сказано. Испытавший меня уже десять раз и не слушавшийся гласа моего. Они беспрестанно, десятью различными способами испытывали Бога. И Бог выдержал все эти испытания. В результате еврейский народ еще больше поднялся духовно. Его вера укрепилась. Говорит Ребе о десяти испытаниях еврейского народа. Пятое. Мишна. Десять чудес совершались для наших праотцов в храме. Первое. Ни у одной женщины не было выкидыша от запаха жертвенного мяса. Второе. Мясо жертв никогда не портилось. Третье. Ни одной мухи не видели в помещении для забоя и разделки жертвенных животных. Четвертое. У первосвященника никогда не случалось осквернение, семоизвержение в Йом-Кипур. Пять. Дожди не тушили пламя на дровах, разложенных на жертвенники. Шестое. Ветер не рассеивал столб дыма. Седьмое. Не обнаруживалось порчи в Омере и в двух хлебах, приносимых в Шево и в хлебах предложения. Восьмое. Когда люди стояли, было им тесно, но когда падали ниц, было им просторно. Девятое. Змеи-скорпионы никогда не наносили вреда в Иерусалиме. И десятое. И никогда не говорил один человек другому, тесно здесь, негде мне переночевать в Иерусалиме. Знание всего этого может усилить или должно усилить нашу тоску по храму, по эпохе, предшествующей нашему изгнанию. Оно должно вдохновить нас на то, чтобы закончить сгалутом. А также, подобно тому, как Бог вышел за рамки законов природы, ради того, чтобы проявить доброе отношение к нашим предкам, мы должны платить ему добром, совершая служение ему больше того, что требуется от нас по закону. Говорят любопедческие ребятки. Также в данной Мишни сообщается, что ни у одной женщины не было выкидыша. То есть, ни одна женщина не лишилась ребенка от запаха мяса жертвоприношений. Священные жертвоприношения, символизирующие благочестивые намерения, никоим образом не могут помешать появлению на свет еврейского ребенка. Так же говорит Ребель по этому поводу. Создание свободного пространства. Согласно гомелитическому толкованию, если каждый из собравшихся вместе евреев будет стоять прямо и надменно, то места будет недостаточно. Надменному человеку не хватит всех просторов мира. Если каждый из них падет в ниц, то есть окажется, откажется от своего эго и проявит смирение, то вокруг него внезапно окажется много свободного места. Так же говорит Ребель. Точно так же чувство, позволявшее людям свободно простираться во время молитвы в храме, случалось только в тот момент, когда им нужно было пасть ниц. Все остальное время они стояли тесно прижавшись друг к другу. Шестая Мишна. Десять вещей были сотворены в канун Шабата, в сумерках шестого дня творения. Это первое – уста земли, которые поглотили короха. Второе – устья колодца, обеспечившего евреев водой в пустыне. Третье – уста валамовой ослицы. Ослицы Белама. Четвертая – радуга, возникшая после потопа. Пятая – ман. Шестой – посох Маше. Четвертая – червь Шамир, который раскалывал камни для храма. Восьмое – письмо, форма букв на скрижалях. Девятая – надпись на скрижалях. И десять – сами скрижали. Некоторые добавляют также усыпальницу Маше и барань для праотца нашего Авраама. Другие добавляют также демонов разрушения, а также клещи, потому что клещи были сделаны при помощи клещей, сотворенных в канун Шаббата. Все это необходимо человеку для выполнения его миссии. Было сотворено в этом мире прежде самого человека. А сверхъестественные вещи, упомянутые в данной Мишне, были сотворены после человека. Потому что царство природы – это главное поле его деятельности. Также вернемся и вспомним про клещи. И эта сверхъестественная, выходящая за пределы материального мира способность не была дарована в течение первых шести дней творения. Это сила, дарованная Всевышним в сумерках пятницы. То есть час, наполненный энергией сверхъестественного Шаббата. То есть эти клещи – это инструмент, у которого как будто нет самостоятельного значения, пригодный только для создания чего-нибудь другого. Человеческий опыт говорит, что самые первые клещи – это служебное действие, которое облегчает дальнейшее действие, обладающее самостоятельным значением. Например, рубка деревьев для того, чтобы разжечь огонь и произвести уголь, с использованием которого будет выкован нож для обрезания. Седьмая Мишна. Семь качеств, присущие глупцу и семи умному. Умный – первое. Не заговаривает первым в присутствии того, кто превосходит его мудростью и годами. Или годами. Второе – он не перебивает, товарища. Третье – не спешит с ответом. Четвертое – спрашивает по делу и отвечает по существу. Пятое – о первом говорит в первую очередь. А последнее – в последнее. Шестое – и о том, чего не слышал, он говорит «я не слышал». Седьмое – признает истину, а глупец – наоборот. Он не спешит с ответом. Умный – не спешит с ответом. Эти слова относятся также к учителю, которому ученик задал глупый вопрос. Учитель не должен ставить уника в неловкое положение, отвечая быстро и пренебрежительно, так как его ответ может быть воспринят как обида. Иначе ученику будет неловко задавать вопросы в следующий раз. Поиск новизны. Подобно тому, как нет двух пророков, изрекающих пророчества одними и теми же словами, два человека не могут выразить одну и ту же идею одинаково. Каждый из них добавляет какой-то нюанс, который обогащает основной смысл высказывания. Услышав что-либо от другого человека, даже если высказанная мысль для него не нова, мудрый человек замечает и высоко ценит детали, которых он раньше не знал, и говорит о них так. Я не слышал. Я этого не слышал. Говорит любопедческий ребят. Восьмая Мишна. Семь видов бедствий приходят в мир за семь видов преступлений. Если часть людей отделяет десятину, а другие не отделяют, то наступает голод из-за беспорядков, когда они голодают, а другие сыты. Если все решили, что не нужно отделять десятину, то наступает голод из-за засухи. Если все решили не отделять халу, то наступает всеистребляющий голод. Мор приходит в мир, когда те, кто совершил преступление, караемые смертью по Торе, не были отданы под суд. Из-за нарушения заповедей о плодах седьмого года. Меч войны приходит в мир за медлительность суда. За извращение закона на суде и за неподобающее толкование закона в Торе, противоречащее Галахе. Приведем здесь такой рассказ. Римляне вели раби Ишмаэля и раби Шимона на казнь. Раби Шимон обратился к раби Ишмаэлю и сказал. Учитель, я мучаюсь от того, что не знаю, за что меня убивают. Раби Ишмаэль ответил. Разве ты всегда сразу отвечал тем, кто приходил к тебе с просьбой рассудить их или задать галахический вопрос? Разве ты никогда никого не просил подождать, пока ты закончишь пить, забяжешь шнурки или оденешься? Раби Шимон сказал ему. Ты утешил меня, учитель. Девятая Мишня. Дикие звери приходят в мир за ложную клятву и за осквернение божественной имени. Изгнание приходит в мир за идолопоклонство, половую распущенность, убийство и за нарушение закона о земле в седьмой год. В четыре периода семилетнего цикла умножается мор. На четвертый год, на седьмой год, в год следующее за седьмым годом и в любой год за совершение праздника Суко. По завершении праздника Суко. На четвертый год за то, что в третий год не отдавали десятины беднякам. На седьмой год за то, что в шестой год не отдавали десятины беднякам. В седьмой год, в следующий год, в следующий за седьмым, за несоблюдение законов о плодах седьмого года. в любой год по завершении праздника Сукот за то, что обирали бедняков, не отдавая им ничего от урожая. Еще одна притча. Человек, который регулярно передавал деньги для раби Зуси из Анополя, очень разбогател. Другие сказали ему, что если он будет передавать деньги учителю раби Зуси, Магиду из Мезрича, то, по всей видимости, ему удастся разбогатеть еще больше. Тогда тот человек прекратил давать деньги Наздаку, святому Зуси, и вместо этого стал отсылать их Магиду. Утратив после этого все свое богатство, он обратился к праведнику за объяснением. Когда ты давал мне деньги, не ища кого-нибудь поважнее, объяснил раби Зуси, на небесах действовали так же. Там не искали никого достойнее тебя, кого стоило бы наградить богатством. Когда же ты стал разборчивым и решил дарить деньги только ради громкого имени, небеса поступили так же и нашли кого-то достойнее тебя, чтобы наградить его богатством. Десятое Мишна. Есть четыре разновидности людей. Тот, кто говорит «Мое – твое», а «Твое – мое». Невежда. «Мое» – это «Мое», «Твое» – это «Твое». Это характер среднего человека. Некоторые же говорят, что это качество людей с дома. «Мое – твое» и «Твое – твое». Благочестивый. «Твое – мое» и «Мое – мое» – злодей. Кто такой благочестивый? Взхута вот в качестве иллюстрации к высказыванию «Мое – твое», «Твое» упоминается в следующей истории из Талмуда. Работники, нанятые рабой бар, барханой, однажды разбили его бочку с вином во время работы. В возмещении ущерба он забрал их плащи. Они пришли с жалобой на него к рабу, который велел рабе вернуть плащи владельцам. Когда раба спросил «Разве таков закон?» Раба привел стих из Писания «Чтобы ты ходил путем добрых». Потом работники сказали, что работали целый день, но не получили платы, и им нечто есть, не на что есть, и нечего есть. Раб велел рабе заплатить им за работу. Раб велел рабе заплатить им за работу. Когда раба спросил «Разве таков закон?» Раб привел стих из Писания и держался стезей праведников. Раб требовал от рабы совершить больше, чем требуется по закону, и позаботиться о работниках во вред собственным интересам во имя милосердия. Одиннадцатая Мишна. Есть четыре темперамента. Тот, кто легко впадает в гнев и легко успокаивается, награда его превосходит потери. Тот, кто с трудом впадает в гнев и с трудом успокаивается, потери его превосходят награду. Тот, кто с трудом впадает в гнев и легко успокаивается, благочестивый. И тот, кто легко впадает в гнев и с трудом успокаивается, злодей. В этой Мишне, согласно некоторому толкованию, идет речь о человеке раздражительном от природы, который борется с собой и ведет себя достойно. Тем не менее, его называют злодеем по нормам, а вот потому, что он должен стараться изменить саму свою природу, говорит Раб. Мишна, двенадцатая. Существует четыре типа учеников. Тот, кто быстро воспринимает и быстро забывает, потери его превосходят его награды. Тот, кто с трудом воспринимает и с трудом забывает, награды его превосходят потери. Тот, кто быстро воспринимает и с трудом забывает, его благая участь. Это благая участь. И тот, кто с трудом воспринимает и быстро забывает, это дурная доля. Итак, тот, кто быстро воспринимает и быстро забывает. Такого ученика побуждает повторять изученный материал и недовольствоваться быстрым запоминанием пройденного. Говорит либайческий рыбе, благая участь, признавая, что своим успехом он обязан везению, дарованному Богом, ученик убережется от гордыни, говорит рыба. А про дурную волю и про дурную долю, хотя у такого человека незавидный удел, то есть он с трудом запоминает и быстро все забывает. Он дарован ему Богом в расчете на то, что он приложит усилия, сможет превратить его в благополучный. Следовательно, его награда будет больше, чем у человека, которому даровано везение с самого начала, говорит либайческий рыбе. Тринадцатая мишна. Есть четыре вида благотворителей. Тот, кто хочет давать сам, но не хочет, чтобы давали другие, недобр по отношению к другим. Тот, кто хочет быть, чтобы другие давали, а он не давал бы, недобр по отношению к самому себе. Тот, кто хочет давать сам и хочет, чтобы давали другие, благочестив. Хасид. Такая история. Когда человек дает милостыню или исполняет какую-нибудь иную заповедь, движимой открытыми или скрытыми побуждениями, из-за его деяния рождается ангел. Однако этот ангел, как и поступок, приведший к его сотворению, не имеет души. Какова судьба этого ангела? Сказал раби Зуся из Анапы. Где-то в мире горевал другой еврей, из-за того, что он хочет давать милостыню, но не имеет для этого средства. Из его добрых намерений родилась душа ангела, ангел, не имеющий тела. Поскольку все евреи едины, Бог соединил душу ангела, сотворенную бедняком, с телом ангела, сотворенным благотворителем. И вместе они составляют совершенного ангела. Четырнадцатая Мишна. Четыре вида людей приходят в бейт-мидраш. Тот, кто приходит, но не учится, получает награду за то, что приходит. Тот, кто учится, но не ходит в бейт-мидраш, получает награду за учебу. Тот, кто приходит и учится, благочестив, хасид. Тот, кто не приходит и не учится, грешник. Святой Рэбби из Ружина полагал, что эти слова относятся к хасиду, который приезжает к своему Рэбби, но тому не удается усовершенствовать своего хасида. Однако после смерти награда за то, что он приходил в его руке, и он может потребовать, чтобы в грядущем мире ему было предоставлено место рядом с Рэбби в награду за посещение его при жизни. А Рэбби Шмуэль из Любавича чрезмерно обливался потом во время личных бесед со своими хасидами. Потом он объявил, что эти беседы оказались очень утомительными для него. Выслушивая жалобы и вопросы последователя, ему приходилось отрешаться от собственного сознания и переноситься в сознание хасида, чтобы на самом деле испытать переживания хасида и его внутреннюю борьбу. Однако для того, чтобы дать хасиду совет, он должен был покинуть его сознание и снова перевоплотиться в Рэбби. Перевоплощения ради каждого хасида были изнурительными, но Рэбби понимал, что обязан проявлять стойкость. Пятнадцатая Мишня. Четыре вида людей сидят перед мудрецами. Губка, воронка, фильтр и сито. Губка впитывает все. В воронку с одного конца все вливается и с другого вытекает. Фильтр пропускает вино и задерживает осадок. И сито пропускает мучную пыль и задерживает хорошую муку. Губка. Начиная учиться, ребенок подобен губке. Впитывает все без разбора, важное, неважное. Учитель должен помнить об этом и признавать возложенную у него огромную ответственность, говорит Рэбби. Воронка. Когда ребенок утомляется, но не может запомнить слова учителя, пропускает их мимо ушей, словно воронка. В этом случае учитель должен дать ему передышку. И фильтр. Подрастая, ученик овладевает способностью видеть различия между важным и неважным. Но он пока не способен постичь абстрактные духовные концепции. Таким образом, он удерживает в памяти осадок сложные застывшие языковые формы, в которых заключены эти отвлеченные идеи. В то время как смысл этих идей, благородное вино, ускользает от него, он должен стремиться дорасти до уровня сито, которое пропускает ненужную пыль, задерживая хорошую муку. Говорит Любаческий Рэбби. Шестнадцатая Мишна. «Всякая любовь, зависящая от условий, пропадает. Условия пропадают и любовь. То, что не зависит от ничего, не пропадает никогда». Какова любовь зависит обстоятельств? Это любовь Амнона и Тамара. А та любовь, что не зависит, от чего? Это любовь Давида и Йонатана. Амнон и Тамара были сводными братьями и сестрой. Братом и сестрой, детьми царя Давида. Однако безответное чувство братской любви Амнона к Тамар было омрачено влечением к ее красоте, поэтому его любовь стала зависеть от приходящих условий. Давид и Йонатан. Давид был сыном и наследником царя Шауля. И было естественно, что он ненавидел Давида, как Шауль, с тех пор, как выяснилось, что Давид станет царем, оттеснив Йонатана. Тем не менее, Йонатан беззаветно любил Давида, потому что признавал праведность Давида и его любовь к Богу. Точно так же и любовь человека, который проявляет безусловную любовь ко Всевышнему, даже если он пришел к ней через любовь, зависящая от внешних обстоятельств, не прекратится. Говорит Любович Скирев. В то время человек, имеется в виду мессианский период, достигнет такой степени совершенства, что будет исполнять заповеди не потому, что ему велят это делать, а потому, что он будет инстинктивно постигать Божественную волю. С приходом Ишейха будет другая реальность. Он сумеет воспринять митцвод в их высшей форме, без необходимой в наше время адаптации их к человеческому несовершенству. Тогда в митцвод будет отражаться их высший источник, в котором могут уживаться противоположности. Корах и его сторонники восстали против мышей и арона на эгоистических соображениях, и их бунт оказался недолговечным, и некоторые из них погибли в огне, а других поглотила земля. Казалось бы, спор между добрым и злым началом происходит не во имя небес. Почему же он долговечен? Дело в том, что дурное начало действует во имя небес. Оно бросает вызов человеку, надеясь, что он преодолеет искушение и способствует пробуждению его духовных сил. Восемнадцатая Мишна. Каждый, кто помогает многим удостоиться награды, будет избавлен от греха, но каждому, кто многих вводит в грех, не дадут возможности раскаяться. Моше удостоился награды сам и помог удостоиться награды другим и многим, поэтому заслуга многих принадлежит ему, как сказано. Благодаря усилиям одного человека, направленным на то, чтобы убедить других людей исполнять митсвот, Бог вознаградит его по заслугам. В свою очередь, сохранив и предохранив его от прегрешения, у человека остается свобода выбора, грешить или нет, но зато он не согрешит случайно или против собственной воли, говорит Любайческий Рэб. Про Еревама сказано еще так, что он, ставший царем десяти израильевых колен после смерти царя Шлома, привел своих подданных к идолопоклонству. Девятнадцатая Мишна. Наследует будущий мир. Как сказано, чтобы дать в наследство любящим меня, есть у меня добро и сокровищницы, их наполню. Ученики злодея Белама наследуют чистилище и сойдут в преисподнюю. Как сказано, и ты, Боже, не сведешь их в яму губительную, люди кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих, а я на тебя полагаюсь. Добрый глаз и дурной глаз. Великодушные люди смотрят на других и видят только хорошее, так же, как родители видят только хорошее, глядя на своих детей. Двадцатая Мишна. Егуда бен Тейма говорит, будь дерзок, как леопард, легок, как орел, стремительен, как олень и могуч, как лев, чтобы исполнить волю твоего небесного отца. Он часто говорил, бесстыднику готован ад, а стыдливому рай. Раби Ягуда бен Тейма. О нем сохранилось мало сведений. По некоторым источникам, на самом деле, это был Раби Ягуда бен Дама. Один из десяти учеников и племянник Раби Ишмаэля. Так вот, ему принадлежат следующие советы. Принадлежит следующий совет. Люби небо, бойся небо, трепещи и радуйся всем заповедям. Если ты принесешь другому человеку небольшой исчерп, считай его большим. Оказав ему небольшую помощь, считай ее малой. Большую помощь, считай ее малой. Если твой товарищ оказал тебе небольшую помощь, считай ее большой. Если он нанес тебе большой исчерп, считай его малым. Приучись стойко переносить невзгоды и игнорируй обиды Да будет воля твоя, сказано далее в Мишне, номер 20 Господь Бог наш и Бог отцов наших Чтобы был отстроен святой храм скоро в наши дни И даруй нам удел в Торе твоей 21 Мишна Бен Баг-Баг говорит Вникай в нее, в Тору, снова и снова, потому что в ней все И с ее помощью ты достигнешь понимания Старей и ветшай над ней Не отрывайся от нее, потому что нет у тебя ничего лучше нее Бен Ге-Гей говорит Постраданиям и наградам Притча Нет коротких путей Однажды царь построил красивый дворец Он нанял четырех художников Приказал каждому из них за год расписать одну из четырех стен в зале для приемов Автору самой красивой картины была обещана самая высокая награда Трое художников прилежно трудились, а четвертый ленился весь год В конце года четвертый художник взял материал с отражающим эффектом И растянул его на четвертой стене Таким образом его стена стала самой красивой Отразив красоту всех остальных стен Мудрый царь велел, чтобы на каждой из стен повесили по мешку с золотом Награду трем художникам Когда четвертый мастер потребовал плату за свой труд Царь спросил его Чего ты хочешь? На твоей стене висят три мешка с золотом В конце концов три художника забрали свою награду А четвертый остался ни с чем Ему не досталось даже отражения награды Четвертый художник приложил меньше всех усилий Его наградой стало мимолетное удовольствие от созерцания отражения награды его товарищей Все относительно Раби Хайм Виталь однажды спросил о Ризале Он был его учеником О вызывающей восхищение святости мудрецов Мишны и Талмуда Раби Хайм горевал о том Что мы представители последующих поколений не можем добиться Даже подобие их святости И завершающая Мишна пятой главы Мишну номер двадцать два Он часто говорил В пять лет учить писание В десять Мишну В тринадцать исполнять заповеди А в пятнадцать учить гмору В восемнадцать пора жениться В двадцать искать заработок Тридцать лет возраст силы В сорок понимания Пятьдесят способность давать советы В шестьдесят лет возраст зрелости Семьдесят возраст седины Восемьдесят возраст мужества Девяностолетний согнут под временем лет А столетний как будто умер Упокоился и покинул мир Предполагается, что достижение двадцатилетия Человек полностью покружен в изучение Торы Двадцать лет это время, когда нужно покинуть затворничество Торы И принести ее в свет, в мир Говорит Любович Кереб Насчет тридцатилетия Этот возраст силы То есть человеку нужно использовать свои силы Во имя служения Богу Сорок лет это возраст понимания Согласно Медрашу, Аврааму исполнилось сорок лет Когда он постиг бытие Творца Пятьдесят это способность давать советы Вот в стихах Ибн-Эзра сказано Что пятьдесят он помнит дни щиты Все богатство Вселенной Ничего не значит для нее Потому что он опасался Что может быть близится его срок Ну и наконец девяностолетний согнут под бременем лет Ребе поясняет Он сохраняет смирение даже после своих огромных достижений Это смирение заставляет его тело непроизвольно согнуться Человек, проживший духовно полноценную жизнь За сто лет достигает духовного совершенства Теперь он способен и свободен от ограничений телесного сознания То есть мертв в возвышенном и одухотворенном понимании этого слова Он воспринимает действительность с точки зрения человека Перешедшего в мир истины Поясняет любаяческий Ребе На этом пятая глава завершается